итак мы продолжаем ребят кошечка дома кошечка дома короче я сегодня вечером напишу в техподдержку vk play потому что я уверен на эту тему уже писали но все-таки я тоже еще напишу потому что не хватает одной очень важной функции когда ты заходишь на канал ты видишь следующее сообщение ты видишь что последний стрим скажем был 10 часов назад да там не хватает следующего еще сообщения о следующий стрим запланирован через через скажем там пять часов я запыхался сейчас все сейчас мне нужно отдышаться потому что я старался очень быстро но в итоге все равно получилось очень долго а когда ты очень быстро куришь тебе потом нечем дышать вот я сижу сейчас задыхаюсь а может это старость как знать да вот короче еще ребята я у кейси на стриме подсмотрел одну очень классную штуку которую я хочу угнать себе на стрим короче смотрите рассказываю в двух словах я хочу же сюда в чатик прикрутить чат ботика да и одной из команды я хочу сделать восклицательный знак просто ты супер поздравляю здесь и сергей спасибо спасибо большое спасибо не отдых и я сам очень сильно рад спасибо короче я придумал такую штуку так это второй раз это все нормально я потом когда-нибудь починем в общем у него какая штука у него есть это как бы так випы старожилы короче канала и если если в чате воткнуть восклицательный знак и ник этого человека то там какую-нибудь профильную историю с ним рассказывает вот да как хочу сделать я в чате мы котята да у нас лапки чего я придумал и чего я хочу сделать я хочу прикрутить бота и всем подписчикам на бусте которые с лапками в чатике я хочу попросить чтобы нейросеть рассказала какую-то историю из их кошачьей жизни типа маленький кошачий лор сгенерированный нейросетью и получится что если написать там ник любого саба вот скажем там о кеме и сергея моськи то чтобы просто у них был свой кошачий лор который напишет им нейросеть какие они котята были и все такое просто чтобы у каждого саба на канале был как бы свой кошачий лор который нейросеть там напишет как по мне история довольно забавная и можно просто в чате потыкать там поспамить командами и почитать историю котов и раз уже это будет нейросеть то прям у каждого кота там будет прям своя мега какая-то история кто-то там погиб от лап крыс сражаясь с ними кто-то отражал нападение собаковые вот ну как по мне идея выглядит довольно забавно я потом подумаю как бота в чатик прикрутить но да сергей пришел пришел и он же отображался был бы был и да спасибо там было поздравление с дэхи и да-да-да госакроу ариготогозаймас дана сама сейчас ребят мне еще минутку отдышаться нужно потому что уж походу реально старости и наверное пора переходить уже сигарет на стримах по крайней мере на перерывах пора на вейп переходить а потому что я вот так на перерыве выбегаю быстренько покурить а потом я какое-то время не могу того диалоги читать потому что воздуха не хватает да сергей был 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 вот смотри еще разок вот он еще разок если ты прошлый не видел вот да так здравствуйте господин позвольте представить это путешественник тору его проводник пойман пойман без просто вот это пойман без днер задом я вас рассказывала большая честь познакомиться с вами давайте мы сделаем то короче за что меня хейтят до сих пор под видосами поэтому по ромпи давайте мы оценим внешний вид человека и сделаем какие-то свои суждения как какая-то тварь он не выглядит но 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 вот эти его мешки под глазами и это явно не возрастное человека не явно с чем-то проблемы он над чем-то упорно трудиться из-за чего он не может нормально спать давайте не будем тратить время на разговоры что у вас за важное дело до ним немножко под уставшие с ценой в жизнь взгляните пожалуйста на этот список мы заметили в нем кое-что любопытное ваше имя так вот что вы нашли вижу скрываться смысла нет ну смотрите даже когда его раскрыли он не ведет себя как мразь господин вы можете объяснить нам что происходит это очень долгая и запутанная история и я не уверен своей правоте ну знаете ли вот этой своей последней фразой он доказал что он не только не мразь как бы но я точно знаю что эта история не принесет тебе утешение от их я более того она может тебе навредить но все-таки мое предположение скорее всего вам на том что он хотел о ней позаботиться она скорее всего правдиво будет манья скорее всего ребят он хотел о ней позаботиться да я хорошо понимаю почему вы решили поговорить со мной и я тронут вашим желанием добиться справедливости но знания не всегда приносят облегчение наоборот иногда обман делает нас счастливее и мне и твоему отцу кусаяли хотелось чтобы ты оставалась в неведанье в неведенье ну да они я говорил что они с ее отцом друзья ну или не то чтобы друзья но они хотели для него лучше для нее лучшего у тебя есть у тебя есть право знать правду но я должен тебя предупредить это правда может обратить в горстку пепла это все что чего ты добилась за целую жизнь а даже так твое стремление узнать правду обратит все усилия кусайла в прах и он и правда желал ей лучше короче все кто вчера и все кто сегодня и я в их числе говорил что все совсем не так они поднимаем в лапки вверх и говорим что мы ванги его усилия я не понимаю за спадем не мразь твой отец получается я всего добилась сама ни минуты не пользуясь его покровительством а сейчас он такой нет у меня есть свои убеждения свои представления о добре зале есть и люди и дела которым я дорожу не все это не имеет к нему никакого отношения а сейчас окажется что имеет и вообще я пришла сюда чтобы помочь вам никакие предупреждения меня не испугают вы видели как мило округлились глаза Дехье когда она сузились точнее зрачки когда он сказал что это может ей навредить мне кажется просто что когда он заговорит то мы еще ни разу видим эти узенькие зрачки Дехье ладно я понял тогда расскажу тебе небольшую историю она в принципе милашка ну так еще бы вскоре после рождения Дуни Арзады нам понадобилось отправиться по делу в пустыню по пути на нас напали грабители их было много ой бля подождите стойте ребята стойте стойте на них напали грабители их было много наши телохранители оказались бессильны и тут на помощь нам пришел отряд пустынников серьезно не помогал ли отец Дехье не подружился ли он с шахзамом манном ну вот ним и не хотел ли он помочь его дочери там и все такое не помогал ли он деньгами чтобы ее вылечить но для Дехье тогда это серьезно будет огромнейший удар потому что Дуни Арзада это ее лучшая подруга а может оказаться что ее отец сделал все там чтобы ее спасти вы прятавайте давайте дальше это был Даган аляхмар отряд кусайла блин у меня предположение ребят что так оно и есть они сказали что напавшая на нас банда тоже была из пустынников я очень удивился зачем кусайле понадобилось отбивать нас у своих же братьев кусайла улыбнулся и подошел чтобы поиграть с маленькой Дуни Арзадой а она едва не расплакалась но видит перед собой незнакомое лицо отец Дехье подошел успокоить и поиграть с маленькой Дуни Арзадой вот это вот уже характеризует его как не того человека которого нам описывала Дехье по своим воспоминаниям о нем правда а я в детстве был то еще мразью я вообще родителям спать не давал там если их послушать то бля как я еще не оказался в детдоме это отдельный отдельнейшая прям история я вообще был маленьким чудовищем он сказал что помог нам просто потому что его дочь ровесница Дуни Арзады да они все таки подружились и неспроста Дехье здесь оказалось в их семье и все таки эти две маленькие девочки которые тогда были маленькие тогда малютками вообще были они в итоге тоже подружились мы немного поговорили о детях и я увидел что он очень заботливый отец чтобы отблагодарить его за помощь я пригласил Дакан Аляхмар поработать на нас в городе и хорошо им заплатил вот оно что следующая наша встреча случилась много лет спустя в дверь постучали и поначалу я его даже не узнал крепкий здоровяк кусайло не исхудал а слаб и не мог обходиться без тростя как это когда я уходил из отряда он же был вполне здоров не знаю только веселая улыбка на его лице осталась прежней он велел мне не беспокоиться объяснил что просто попал в драку и вдруг спросил не нужен ли Дуньерзаде телохранитель ведь она уже подросла это отец ее устроил отец Дехи устроил ее сюда телохранителем чтобы она подружилась Дуньерзадой ага ага ну так вот Дуньерзаде тогда было обострение Элиазара она почти не выходила из дома телохранитель ей был ни к чему но он не отставал но все равно телохранитель необходим каждому а вдруг однажды он понадобится я сначала не понимал к чему он клонит и тут Кусайла порекомендовал мне Дехью наемницу из отряда пламенные звери это он ее порекомендовал да из его туманных объяснений я понял следующее в реликвиях Дешлета состоят злодеи как их поискать наемники которые остаются в этой группировке рано или поздно начинают творить разные зверства он сам уже человек он сам уже человек пропащий но надеется что его дочь вырвется из порочного мира наемников и если Дехья сможет устроиться в мой дом телохранителем она будет жить вдали от пустыни и оставит свою прежнюю жизнь позади поэтому ты предложил ей такое высокое жалование не только после того разговора я стал относиться к Дехья как к своей дочери о чем она и говорила ее приняли как родную и на самом деле это было так ее и приняли как родную Дехья поэтому когда ты сказала что хочешь уволиться я никак не хотел тебя отпускать готов был пойти на любые траты ведь тогда в пустыне ведь тогда в пустыне Кусайла спас нас спас нас с Дунирзадой а теперь решил доверить мне свою дочь я не мог ему отказать короче он хотел отец Дехья чтобы Шахзам заменил как бы Дехья отца чтобы он был не отцом наемником который творит всякую дичь а чтобы у нее хотя бы было подобие отца но другого отца не такого как Кусайла а чтобы ее жизнь наладилась и пошла ну это ли не поступок настоящего отца который готов на все ради дочери он всегда так считает себя самым умным и не сомневается в своей правоте Кусайла сказал что будет оплачивать часть жалования Дехья я на отрез отказался но он все равно регулярно посылал мне Мору он еще и деньгами ей помогал по сути он еще и деньги ей присылал то есть он ее устроил блин там и нери там и правда сундучок он не просто ее устроил в место где к ней относились очень хорошо и она там могла жить беззаботно так он еще и финансово ей помогал в конце концов я сдался и таким образом он хотел выразить свою благодарность а несколько лет назад я получил от него письмо он просил меня помочь в закупке продуктов оружия, лекарства и даже сырья для взрывчатки как раз тогда как раз тогда Даган Аляхмар и начал свои бесчинства же да до меня доходили разные неприятные слухи и я насторожился решил поговорить с ним лицом к лицу но он мне отказал наверное не хотел подвергать Дехью опасности ну по логике кстати ему не следовало обращаться к дому хамаяни за помощью в закупке мне тоже пришла в голову это масло я решила что он оказался в безвыходном положении потому и обратился ко мне как бы то мне казалось что его в живых то уже нет невольно мысль меня тут посетила все как следует обдув я закупил ему продукты и лекарства а опасные грузы поставлять отказался я знаю даже такая помощь может а может косвенно кому-то навредить но я не мог отказать человеку который когда-то меня спас наверное я сделал неправильный выбор я решил усмотреть сквозь пальца на некоторые факты и принял решение позволявшее не чувствовать себя виноватым скажите мне где его найти господин если он и правда желает чтобы я ушла из мира наемников его нынешние поступки не поддаются никакому объяснению а если ему так хочется держаться от меня подальше зачем он вообще привел меня в этот мир так не расстраивайся дых я не надо я очень зла понять не могу что он затеял может стоит поверить ему последний раз не знаю правда вряд ли я смогу ну ты прав мы сейчас не знаем сей правды нам предстоит выяснить чем он занимался последние годы и как это и как это себе объяснял я помогу все разногласия которые остались между вами лучше обсудить лично правда я и сам не знаю где сейчас кусайла я только поставляю товары и стараюсь не поддерживать с ним более близкие отношения но в списке есть человек по имени Джавад сейчас он служит в бигаде 30 а раньше был наемником из пустыни он отвечает за поставки вооружения и держит связь с торговым караваном думаю он знает где сейчас кусайла и его отряд я слышал вечерами он любит в одиночестве сидеть возле таверны со стаканчиком спиртного наслаждаясь прохладным ветром можете пойти туда и попытать счастья типичный кайя хорошо спасибо вам господин значит нам пришла пора прощаться я останусь с отцом честно говоря мысли у меня сейчас путаются нужно немножко остыть да отец совершил ошибку но в тех обстоятельствах правильного решения попросту не было типа ну да откажешь получается бросишь в беде человека который спас тебе жизнь поможешь тоже хрень сотворишь так ребят не 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 расстраивайте меня ешкой ешкой этой самой дэхье да возможно там опять дичь какая-то собрана я этим тестовым забегом уже не верю я вот когда соберу свою дэхью вот потом мы посмотрим на урон ешки все тихо мне кажется остается одно рассказать обо всем бригаде 30 пусть они рассудят да я готов принять любой исход пришла пора пришла пора расплатиться за свои ошибки ну отец давайте признаем отец дуни рзады как я и предполагал мега классный чувак он тоже очень заботливый отец и не только о дэхье заботился но он заботился еще и о дуни рзаде точнее заботился но заботился еще и о дэхье а че у него глаза такие и че мешки под глазами ну потому что у него одна дочь была приходит его старый знакомый и говорит такой чувак у тебя две дочери он такой одна две все и вот что с человеком стало понимаете да блин она такая улыбчивая стоит у нее без конста дамага как у какома что вы чего вы чего зато смотрится красиво зато смотрится красиво так вечером найдите наемника около таверны где блин солнце ну уже заход там восход ну 16 часов ну как бы вечер уже пора вылезать из норы пока квест мне мега нравится да а вы слышали от меня что-то другое в квестах сумеру около таверны значит еще не вечер да ну вот откуда я мог знать то я стараюсь заранее подобные вопросы от себя как-то это а вот и он держать в тайне а вы кто член бригады 30 и контрабандой поставляет оружие преступные группировки в пустыню да смелости тебе не занимать тихо ты знаешь идите за мной мы обо всем поговорим только не здесь ах какие усики вот здесь ладно а откуда вы знаете не твое дело ммм рассказать какое наказание тебя ждет если об этом узнают наверху подожди зачем так сразу я ведь готов все обсудить ничего ты хочешь зачем тебе это нужно все ради моря с морей тогда было совсем туго ты и кусайла в свое время очень мне помог словом у меня не было причин отказаться от такой сделки это и помощь кусайля и верный заработок то есть раньше кусайла был прям мировым человеком он старался всем помогать всех спасать и все такое послушай что я скажу мы выслеживаем до канала ахмар и собираемся остановить их думаю помощь нам суще... думаю помощь нам суще... существенно смягчит наказание которое тебе в итоге назначат по другому никак нельзя я заработал немало моря только назови цену усы забревай усы и на этом порешаем не нужна нам твоя мора давай забревай усы чел я думаю можно да на такую сделку пойти усы в обмен на информацию ну усы в обмен на то что мы его не сдаем достойно нет забревай усы мое терпение заканчивается ты сразу должен видеть заинтересован наемник в море или нет а ладно ты права тогда обязательно замолви за меня словечко как придет время усы чел усы они постоянно меняют стоянки когда я отвозил последнюю партию товара их лагерь был здесь проверьте это место но сразу говорю если не найдете их там я не виноват ладно тогда и словечко за тебя никто не замолвит ой ой эй да как так ну а как ты докажешь что не соврал вдруг ты хочешь заманить нас в ловушку заруби себе на носо ты не в том положении чтобы торговаться ладно я понял проверьте это место а если не найдете их там я что-нибудь придумаю вот это другое дело ладно можем идти дальше а ты оставайся в городе и будь паинькой чтобы нам не пришлось искать тебя по всему сумеру с бригадой 30 подписка о невыезде здрасте так ребят секунду я кофе глотнул а так так как вы так у меня вопрос один откуда квест нарисовался и что это вообще такое было какая с юзом чё чё это а это рандомный квест код пока это концепт но нужно же будет чё делать то девушка которая вечно просит ее пофоткать инстамодель что интересно тут у них есть аналог инстаграма какой-то интернет у них по сути есть да ну акаша камеры из фонтейна у них тоже есть значит уже должен быть какой-то аналог инстаграма ну получается фотоальбом а помните тот древний мемас он стар как мир типа когда отключили интернет и девушки такие ходят с фотографиями по улицам и спрашивают тебе нравится тебе нравится получается здесь аналог чего-то подобного ну да каши уже нету но раньше то было ведь а вот куда а куда по вашему жители сумеру выбрасывали выкладывали фотки еды куда объяснений о кстати телепорт ну куда то же должны были куда если не в акашу так ну с поехали удачи на нашей стороне вот их лагерь идем самое время все выяснить данный рикста кстати кстати дам блин у меня часть сломался ну именно экран чатика сломался надо его а это пробная дырки я думаю моя так дамажит я такой типа 100 стоп деки 20 уровня 4к серьезно ну и вот блин и йота нужно как раз таки под вот это использовать ну-ка я хочу посмотреть на анимацию ульты целом геннери чтобы посмотреть как я прохожу атоме как нужно пару лет подождать когда я железо обновлю свое по мою пятилетний комп на такое к сожалению не способен анимация одобряю анимация выглядит мега позитивно ухо ничего себе нет смысла продолжать драку мы все знаем друг друга и я не хочу заходить слишком далеко верите кусайли выйти ко мне хватит прятаться он умер да он же умер почему то мне кажется что он умер и подождите реакция текрити и то что я сказал при том разговоре что у меня есть подозрение что в живых его уже нету это было не просто предположение вы что не поняли или вам добавки захотелось хватит давайте все все немного остынем командир не может с тобой увидеться дэхья он давно мертв готов а 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 Ну там было уже понятно, когда он с тростью пришел, ну что он погиб Наемники в таком состоянии не выживают И руководить бандой он бы точно не смог Ну я немножко удивлен Ну что-то в последнее время у меня слишком хорошо получается с чтением сюжетов Чего? Короче, ребят Отец Дехье всю свою жизнь заботился о ней Старался ей помочь Старался как-то устроить ее жизнь, чтобы ее... Чтобы ее жизнь не сложилась как его жизнь В итоге он погиб Его банда Начала творить всякую херню Дехье не знала о том, что он погиб И она все злодеяния своего отца Все злодеяния этой банды Приписывала своему отцу Хотя его давно уже нету в живых Возможно, он погиб незадолго Ну, как бы, незадолго Вот Когда он пришел пообщаться с отцом Дуни Рзады Возможно, вскоре после этого он как бы и погиб-то Мда Вижу, ты понятия не имеешь, что тут происходило Правда, именно этого и хотел, командир А-а-а Это еще одна часть его плана И когда это случилось? Что произошло? Несколько лет назад Кусейла распустил Дакан Аль-Ахмар И в одиночестве Отправился в главную ставку реликвии Дашиета Он распустил Дакан Аль-Ахмар Давай, Нэри, удачка То есть он в последних событиях вообще Логично, что не участвовал Так значит Тогда вы и пустились во все тяжкие Это не он Поехал кукухой, натворил И начал творить всякую дичь Это его банда Потеряв своего предводителя Начала творить всякую дичь Вернее, будет сказать Начали мстить Члены реликвии Дашиета Должны расплатиться за свои поступки кровью Мы никого не пощадим Вот в чем причина Значит, это месть Давайте я расскажу вам Все с самого начала Дехья Ты знаешь, как командир реликви И Дашиета поддерживают дисциплину Своей группировки После небольшого перерыва Потому что да Я чувствую, что время пришло В общем, ребят Пять минут И мы продолжим И я думаю Увидим уже Финал кваста Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok